Наевская школа ТРИЗ, ТРИЗМАСТЕР. Типовая история современного изобретателя. Мы продолжаем знакомиться с типовой, повторяя историей, теперь уже внедрение изобретения. Любой процесс внедрения это появление цепочки новых задач и также их решение этих задач. Ну и сейчас познакомимся с частью задачи, которые возникли в результате начала процесса внедрения. Первая это задача об испытании сейсмоприемников. Я напомню, что согласно основной идее, надо было в скважине пробуренной параллельно рудоспуску на определенных расстояниях разместить элементы, воспринимающие либо звук, либо вибрацию горного массива. От микрофонов я категорически отказался с самого начала, потому что микрофоны, которые мы можем применять в быту, в шахтных условиях не проработают и недели, потому что там пыль, вредные условия, и они не предназначены для работы в таких жестких условиях. Необходимы были чувствительные элементы, которые способны работать в этих жестких условиях. И такие на самом деле устройства были. Надежные, работоспособные. Это сейсмоприемники. Это чувствительные преобразователи, колебания почвы в электрические сигналы. Сейсмоприемники массово применяют геологи при проведении разведывательных работ. И естественно, где взять сейсмоприемники, такая задача встала. И я вспомнил, что рядом с поселком Толнах, в поселке Валек, находилась сейсморазведочная партия. И я приехал в эту партию, предварительно взяв список дефицитных радиокомпонент, которые были в нашей лаборатории. И приехал к главному инженеру этой сейсморазведочной партии. После полутора часов беседы, в которой я рассказал о своей идее и о необходимости получить сейсмоприемники, он мне показал в комнате на угол комнаты, где кучей были свалены сейсмоприемники. Я взял горсть этих сейсмоприемников, около 10 штук, и был счастлив. Но получив эти сейсмоприемники, возникла сразу новая задача. Насколько идентичны характеристики этих сейсмоприемников? Ведь в 10-канальной аппаратуре, по моему замыслу, должны стоять одинаковые чувствительные элементы, воспринимающие колебания горного массива. Стал вопрос о том, насколько идентичны. Есть еще один момент. Я хотел расположить сейсмоприемник рабочую осью в сторону источника звука, то есть в сторону рудоспуска. Сейсмоприемники имеют диаграмму определенной направленности, наиболее чувствительные они в расположении рабочей оси. В сейсмоприемнике выпускаются двух типов. С горизонтальным расположением оси, это типа SG, и вертикальным, типа SV. Каждый сейсмоприемник имеет определенную пространственную диаграмму направленности с максимальной чувствительностью вдоль рабочей оси. И когда я захотел расположить сейсмоприемники, ориентированные рабочей оси в сторону рудоспуска, то есть горизонтально. А у меня все сейсмоприемники, которые я привез из сейсмопартии, были типа SV, то есть сейсмоприемник вертикального исполнения. Но необходимо сказать, что в этой сейсморазведочной партии горизонтальных сейсмоприемников просто не было. Это очень редкий вид сейсморазведки, использующий поперечные волны и использующие именно сейсмоприемники горизонтального исполнения. Значит, у меня, повторяю, сейсмоприемники вертикального исполнения были. Я наклонял их, то есть видел, что, в общем-то, они в горизонтальном положении работают, но насколько изменилась их характеристика. Так возник вопрос о необходимости проведения испытаний исследования сейсмоприемников. Испытания сейсмоприемников проводят на специализированных вибрационных стендах. То есть устанавливают сейсмоприемник на колеблющуюся плиту и задают этой плите определенные колебания, определенные амплитуды и частоты. И смотрят сигнал на выходе сейсмоприемника. То есть если поставить на плиту сейсмоприемник, то колеблется и рамка начинает на пружинах смещаться в магнитном поле зазора сейсмоприемника. И тогда возникает электродвижущая сила. И таким образом можно, зная амплитуду колебаний на входе и частоту, можно посмотреть, как меняется сигнал на выходе катушки сейсмоприемника. Мне нужно было испытывать сейсмоприемники в горизонтальном положении рабочей оси. Но таких вибрационных стендов с горизонтальным расположением оси в Норильске не было. Я видел, наклоняясь сейсмоприемник, что он работает. Но все же, как его меняются характеристики? Будет ли обеспечена идентичность канала? Нужны были точные методы калибровки характеристик сейсмоприемников. Естественно, столкнувшись с этой новой проблемной ситуацией, я обратился к литературе. И в патентном фонде нашел один из способов проверки электродинамических сейсмоприемников, суть которого сводилась к следующему. Мы же можем заставить рамку колебаться с помощью электрического тока, который подаем в эту рамку. Тогда не нужен вибростенд. Суть метода. В рамку сейсмоприемника подают короткий импульс тока. И дальше эту рамку отключает от источника импульсного тока и подключает к шлейфовому осциллографу. И регистрирует мгновенное напряжение на клеммах сейсмоприемника, вызванной свободными колебаниями рамками. Затем обрабатывает записанный сигнал по специальной методике. Тем хорош этот был метод. Тем, что не требовались никакие вибростенды. Однако требовалась специальная электронная схема, коммутатор, который бы осуществляло переключение рамки сейсмоприемника с источника импульсного тока к шлейфам осциллографа. Естественно, у меня такого коммутатора не было. Но зато у меня в радиолаборатории были обычные приборы. Генератор, частотомер, фазометр, вольтметр. Итак, задача для радиоинженера, как с помощью указанных приборов провести калибровку сейсмоприемников. Что можно измерять этими четырьмя приборами? Это электрический импеданс схемы. То есть электрическое сопротивление комплексное. То есть для этого надо просто к генератору низкой частоты, то есть это источник напряжения, через миллиамперметр, через фазометр подключить сейсмоприемник и измерять напряжение. Измеряя ток, измеряя напряжение, измеряя фазу, измеряя частоту, можно было бы для каждой частоты, для каждого напряжения вычислить по такой формуле электрический импеданс сейсмоприемника. То есть Z равняется вектор V, деленный на вектор I. Итак, с помощью приборов можно было измерять электрический импеданс, но вообще-то нам надо измерять комплексный коэффициент преобразования сейсмоприемника. То есть отношение напряжения на выходных клеммах к скорости смещения основания сейсмоприемника. То есть W равняется E деленной на V, где E это напряжение на выходе сейсмоприемника, V это скорость смещения основания. То есть если бы сейсмоприемник у нас стоял на вибростенде, зная скорость смещения плиты вибростенда или основания сейсмоприемника, измеряя напряжение, нам мы бы получали вот этот комплексный коэффициент преобразования. Это то, что нам надо получить. Итак, током от генератора, который подается в рамку сейсмоприемника, можно раскачать рамку в зазоре сейсмоприемника относительно корпуса, точно так же, как это происходит на установке на виброплиту. Наведенное в рамке EDS создаст на выходе сейсмоприемника такое напряжение, которое необходимо измерить. Но как измерить это наведенное напряжение, если к клеммам сейсмоприемника подключен генератор? И так возникла новая задача, новое противоречие. Я очень долго думал над этой ситуацией, как распутать ток, который наводится под действием генератора внешнего сейсмоприемника, а тока, который создается свободными колебаниями рамки. В прототипе эта противоречие разрешается во времени, то есть мы вначале подаем короткий импульс, а потом смотрим ток от свободно колеблющейся рамки. В нашем случае сделать такое разрешение было невозможно. И вот у меня пришла к выводу идея использовать два генератора. Генератор, который задает ток в рамку, можно его создать в виде генератора напряжения, то есть внутреннего источника с нулевым внутренним сопротивлением. И сделать генератор с высоким, наоборот, с бесконечно высоким, это генератор тока. То есть генератор внешний, можно было бы подключить внешнее сопротивление. И так возникает идея питать рамку сейсмоприемника от двух независимых источников, от двух независимых источников низкочастотных колебаний. Это генератор низкочастоты, здесь собирается вот такая схема. Значит, у самого сейсмоприемника есть шунтирующий внутри резистор. Значит, его отсоединить и подключить к генератору низкочастоты. Ну, здесь обычный генератор к клеммам генератора. И второй в режиме питания генератора тока, это включить последовательно добавочное сопротивление большой величины. Намного больше, чем шунтирующий резистор. На порядок, на 100 порядков. И дальше я очень много уделил выведению формулы. И вот вывел формулу преобразования. Это коэффициент электромеханической связи. И множить на вот такое вот отношение. Разница этих сопротивлений деленная на сопротивление Е. Где ZE это комплексное сопротивление при питании источника тока. ZE при питании от источника напряжения. И КИМС это некоторый коэффициент электромеханической связи, который для каждого сейсмоприемника, он в общем-то одинаковый. Он зависит от конструктивных параметров, параметров пружины, массы, числа витков и индукции в зазоре. Из выведенных формул следовало, что для нахождения коэффициента электромеханической связи необходимо знать массу подвижной части рамки сейсмоприемника. Значит требовалась его разборка. Но после разборки измерения массы нарушилась бы заводская регулировка, чего нельзя было допустить. Ну то есть конструкция сейсмоприемника, она наряду с массой подвижной части, есть пружина плоская, которая регулируется определенным образом для того, чтобы настроить сейсмоприемника на первую резонансную частоту. В данном случае у меня были приемники СВ-30, то есть на частоту 30 Гц. И это достигалось только в заводских условиях. А вот возникла новая задача, как быть. Значит эту задачу я разрешил таким образом. То есть из партии 10 сейсмоприемников я разобрал один сейсмоприемник, взвесил подвижную массу катушечки этого сейсмоприемника. И вот эту массу уже распространил на все остальные сейсмоприемники. И таким образом я мог на основании проведенных измерений и расчетов определить частотную характеристику сейсмоприемника. Ну, как будто бы у меня это проходило на вибростенде. Я очень долго потратил время на вот эти эксперименты. Мне удалось только снять одну характеристику одного только сейсмоприемника во всем диапазоне частот. Вот именно с горизонтальным расположением оси. Но я заметил, что в общем-то при изменении положения оси, характеристики сейсмоприемника изменяются незначительно. Значит, это действительно так, потому что просто при вертикальном расположении, то есть рабочем расположении, у вас рамка под действием силы тяжести опускается на некоторое смещение. Если вы горизонтально располагаете, это просто смещение изменяется, но так как в зазоре в диапазоне магнитное поле достаточно однородное, то в общем значительного изменения параметров сейсмоприемника не происходит. Но, однако, мне повторяю, я очень затянул с этими аналитическими измерениями, с приборными измерениями, затянул время, вот время поджимало уже, и нужно было дальше решать следующие задачи, осуществлять уже монтаж. К этому времени уже была пробурена скважина, и, в общем, я как бы на этом работу по измерению и испытанию сейсмоприемников завершил и приступил к следующей работе.